Всем привет, ребят! С вами снова я, Саша. И сегодня я снимаю видео, которое называется ТОП-5 советов при подготовке к ОГЭ. Поэтому, если вы, как и я, сдаёте в этом году ОГЭ и вам действительно интересна эта тема, то, конечно же, оставайтесь со мной. Вообще, сейчас я очень рада, потому что я уже довольно-таки давно хотела снять видео на эту тематику, на тему ОГЭ, на тему того, как я готовлюсь или когда я начала готовиться. Поэтому это видео будет особенно актуально, как я уже говорила, для тех, кто учится в девятом классе, ну и также для тех, кто сейчас учится в восьмом классе и вам только предстоит сдавать ОГЭ, потому что, думаю, всё равно это для вас будет полезно. В этом году на ОГЭ я буду сдавать информатику, физику и также два обязательных предмета, которые сдают абсолютно все — это математика и русский язык. Может, кто-то сейчас удивился, кто-то нет, но я сдаю такие предметы, потому что я хочу пойти в физмат-класс. Для меня это оптимальные предметы, меня полностью устраивает мой выбор. К этим предметам не так уж и сложно готовиться. Как многим кажется, что физика — это что-то заоблачное, это что-то нереальное. На самом деле, без подготовки я нормально написала первый пробник, поэтому это не так уж и сложно, и если вы систематически хоть что-то учили по физике, то это всё реально, но об этом расскажу попозже. Итак, я бы хотела начать с того, что если вы сейчас полный ноль в тех предметах, которые вы сдаёте по выбору, да и просто в обязательных предметах, то, по моему мнению, уже стоит начать задумываться о подготовке и начать готовиться, потому что сейчас уже начало февраля, и я считаю, это очень нормальное время, чтобы начать готовиться. Это не так уж и рано и не поздно. Сейчас как раз-таки оптимальное время, и тем самым вы нормально успеете подготовиться с нормальной скоростью, чем потом в последние две недели просто брать, перечитывать все учебники, всю теорию, и просто у вас может всё смешаться в голове, и в итоге вы ничего не запомните и плохо сдадите экзамен. Например, сейчас я не особо готовлюсь именно к русскому языку, потому что у меня есть, во-первых, хорошая база, и, во-вторых, я написала первый пробник на пятёрку, потому что до этого я как бы не особо готовилась, просто учила правила и перечитывала новые темы, которые нам давались на уроки. Также я расскажу попозже, по каким книжкам я решала варианты. Перед самим пробником я прорешала, на самом деле, очень много вариантов. Вариантов 10-12, если не больше. Из некоторых вариантов я решала только определённые задания, которые у меня вызывали трудности, ну и так далее. И, кстати, хочу сказать, что сочинение я обычно беру 9-3, я его писала перед пробником, ну, раза два максимум, и то это было на уроках. Я просто залучила вот эту вот схему, кому интересно, я чуть позже её покажу, по которой я, собственно, и учу пример сочинения. И всё, в принципе, мне это хватило, чтобы написать пробник на пятёрку. Всего у меня, по-моему, одна была ошибка в изложении, потом две ошибки в тестовой части. И эти ошибки в тестовой части были на самых тупых заданиях, о которых я вообще обычно не задумываюсь и просто автоматом их решаю правильно. И я не знаю, как так получилось, мы с нашим учителем разбирали, и там в одном случае прям спорный вариант, потому что эту тему, по-моему, только проходим в 10-11 классе. Но, а в остальном, как видите, у меня всё получилось, и я верю вас, что у вас получится. Если как раз-таки у вас в русском языке сейчас нет какой-либо базы, то советую вам начинать готовиться. Просто нужно сначала тупо заучить теорию, а потом уже приступать к практике, то есть при решивании вариантов. Дальше хочу рассказать про математику. По математику пробники я написала тоже на пятёрку, но я уже достаточно-таки давно занимаюсь репетитором, потому что всё-таки я хочу пойти в физмат-класс, и там будет углублённая математика. И она мне как раз-таки очень хорошо нужна. Также перед самим пробником я смотрела различные видеоуроки. Там их вела какая-то женщина, и она на самом деле мне безумно помогла, потому что я смотрела номер 23, то есть построение графика. И именно тот график, который я настроила в своём видеоуроке, мне выпал на пробники. Я не знаю, как так совпало, но это очень помогает. И действительно в жизни бывают хорошие совпадения, например, когда на сам экзамен берут варианты прямо с ФИПИ или с РШУ ОГЭ с открытого банка заданий, и действительно вам может выпасть целый вариант, который вы до этого прорешивали, и вы просто без каких-либо усилий, затруднений напишите его на ОГЭ и получите свою заветную пятёрку. Теперь хочу немножко рассказать о информатике и о физике. О них я не буду долго говорить, потому что там, в принципе, и нечего говорить. По информатике я была полной ноль, вот серьёзно, я была полной-полной ноль, и где-то с конца или с начала ноября я начала заниматься с репетитором. И могу сказать, что сейчас у меня есть довольно-таки хорошая база по информатике, и просто в дальнейшем я уже буду прорешивать варианты, может, раз в неделю или раз в две недели, потому что, в принципе, там нет ничего сложного. Также про физику я уже много сказала, но я планирую где-то со следующей или после следующей недели начинать усиленно учить теорию, потому что теория очень важна в физике, но об этом я расскажу тоже попозже. И сейчас я хочу приступить непосредственно к самим советам. Итак, первый совет — это смотрите видеоуроки и покупайте книжки для подготовки к ОГЭ. Но видеоуроки в наше время — это просто отличная находка, которая вам действительно поможет подготовиться к экзамену. Это просто классная вещь, которую я могу выручить в любое время. Как я уже говорила, например, по математике, мне попался тот же график, потому что об этих уроках в YouTube вы можете найти абсолютно всю теорию, прорешивание различных вариантов, прямые трансляции, как прорешивают эти варианты, абсолютно все что угодно. Иногда, конечно, бывают плохие и не очень хорошие видеоуроки, которые принесут вам только вред. Перед тем, как посмотреть видеоурок, я вам советую пролистать быстренько комментарии и посмотреть, что там, в принципе, написали люди, которые смотрели его перед вами, и уже выбрать действительно тот урок, который вам нужен. Вообще, я очень часто смотрю видеоуроки по физике, они обычно не очень долгие, но на самом деле очень качественные и действенные, и действительно после этого я начинаю больше понимать. И сейчас я хотела бы рассказать о книжках для подготовки к ОГЭ, какие стоит покупать, какие не стоит покупать. На самом деле, я уже в этом деле, можно сказать, так опытная, потому что я начинала прорешивать варианты и могу действительно посоветовать вам какие-либо книжки. Я думаю, вы заметили уже эту огромную кучу книг, и это действительно все мои книги. Я не знаю, зачем мне так много, и я не планировала покупать такую огромную стопку, но так получилось. Начну, наверное, с физики, потому что она лежит сверху. По физике у меня есть два сборника. Вот это сборник монастырского, ни в коем случае не покупайте. Тут очень повышенный уровень по физике, и тут уже идут действительно какие-то олимпиадные задачи, и вряд ли вам попадутся такие сложные варианты на ОГЭ, поэтому эту книжку я просто могу выкинуть и не готовиться по ней, потому что она абсолютно бесполезна. А вот эту книжку как раз-таки стоит купить. Это сборник по физике Камзеевой. И это действительно очень хорошая книжка, в которой нормальные такие варианты, они не сложные и не легкие, то есть средний уровень, к которому можно действительно подготовиться. Дальше у меня идет одна-единственная книжка по информатике, которую я мало прорешивала, но я действительно знаю, что это самая лучшая книжка по информатике, которую можно купить. Это сборник Евича. Тут 20 тренировочных вариантов, и могу сказать, что в дальнейшем я, конечно, буду ее больше прорешивать. Тут есть задания с первой части и с второй части, то есть абсолютно с любых частей. И могу сказать, что она крутая, и действительно ее стоит купить, если вы сдаете ОГЭ по информатике. Но вообще по информатике можно обойтись даже теми вариантами, которые есть в интернете, потому что информатика, как я уже говорила, это предмет, который не требует очень сильной подготовки. Дальше идет огромное количество книжек по русскому языку. У меня еще есть вот эта вот книжка, сейчас я ее покажу вам. Первая книжка, которая у меня вообще появилась, это как бы не книжка для ОГЭ, это, в общем, книжка, в которой собраны все-все правила, вся теория по русскому. Называется «Учебные таблицы Малюшкина» с 5 по 11 класс. Тут примерно так все выглядит. Тут очень много всяких схем, таблиц. Информация представлена очень наглядно, так что можете смело покупать эту книжку. Но вот эта книжка просто мой фаворит, потому что в этой книже держится даже больше информации, чем в предыдущей, и она для меня тут изложена в более понятной и удобной форме. То есть это выглядит как-то примерно вот так, очень удобно. Как вы видите, у меня тут даже есть закладочки по тем правилам, которые я учила. Поэтому я знаю, что выучить все эти правила Кугай нереально, но хотя бы по чуть-чуть, как я, вот так добавлять закладочки и учить правила, я считаю, что может каждый. Я считаю, такими маленькими шажками действительно можно заложить себе хорошую базу для ОГЭ по-русскому. Вообще, я хочу сказать, что не стоит париться насчет ОГЭ по-русскому языку, потому что это все-таки наш родной язык, и все мы на нем разговариваем, поэтому это абсолютно несложно, нестрашно, и для меня на самом деле русский это самый легкий предмет, который я буду сдавать. Еще такая книжка для итогового собеседования, о ней я расскажу уже в следующем видео, когда буду рассказывать о том, как я сдала устное собеседование. И последняя книга, это просто моя находка, она мне посоветовала также наша учительница по-русскому языку, это книжка Игораева, где содержится 36 вариантов для подготовки. К ОГЭ тут есть абсолютно все части, очень крутая книжка, как раз-таки она мне помогла хорошо подготовиться к пробнику, и вообще, если вам нужна книга по-русскому языку, и советую выбрать именно эту книгу, потому что, ну, она просто крутая. И у меня есть вот такие вот четыре абсолютно бесполезных книжки для подготовки к математике, где-то у меня еще была самая адекватная книжка, это вот такой вот зелененький сборник Мальцевой. Я постараюсь сюда прикрепить картинку, чтобы вы могли примерно понимать, о чем я говорю. Также вот эту книжку я вам не советую, потому что я по ней не готовлюсь, у меня нет столько времени, чтобы прорешивать все эти задания. Тут есть всякие задания по геометрии и алгебре, но на самом деле для меня это абсолютно бесполезно, потому что, ну, это просто, я считаю, пустая трата времени. Дальше вот эта вот книжка, она, конечно, уже более полезная, потому что тут есть действительно очень много всяких уравнений, и я считаю, что она классная, и действительно можно отсюда порешать уравнение. Но скажу вам по секрету, никакую из этих книжек, кроме сборника Мальцевой, я не открывала, потому что я считаю, что для меня сейчас это очень бесполезно. Дальше вот такая какая-то книжка, итоговая аттестация по геометрии, не знаю, зачем я ее купила. Вот просто бесполезная книжка, но она хотя бы мало места занимает, и может когда-нибудь я отсюда даже что-то порешаю. Но я не думаю, на самом деле, потому что там очень легкие задания. И последнее это сборник Ященко. По нему я готовилась в самом начале года, перед тем, как вообще вышли книжки ОГЭ 2020, потому что это ОГЭ 2019. И тут как бы ОГЭ прошлых годов, и сейчас она тоже бесполезна, потому что сейчас структура ОГЭ изменилась. Поэтому советую вам не тратить деньги и покупать те книжки, которые вам посоветовала. Это сборник Мальцевой, также по русскому это сборник Игораевой, по физике также ту книжку, и по информатике сборник Ящича. Вот на этих книжках вы действительно можете подготовиться, и лучше их, мне кажется, найти нельзя. Второй совет. Выделите себе хотя бы один день в неделю или два раза в неделю, но это уже ближе к экзаменам, когда вы будете полностью посвящать время подготовки к определенному экзамену. Или, например, в субботу я буду готовиться к информатике и физике, и на это уделю где-то 2-3 часа. Также можете использовать всякие приложения для концентрации, типа Фореста, я не знаю, это может быть все что угодно, даже обычный таймер, который действительно вам поможет хорошо подготовиться. И в этом деле очень, я считаю, важно делать перерывы, которые помогают вашему мозгу как-то немножко перезагрузиться. Также время перерыва можно сходить погулять, и я считаю, это самый лучший способ, потому что так ваши мозги прометрятся и будут готовы для новых знаний. И, например, если вы пришли со школы, и у вас есть очень много свободного времени, то я советую это время уделить на подготовку, чем просто валяться и смотреть YouTube, потому что так вы проведете время с пользой. Также каждый день можно по чуть-чуть, хотя бы по 3 задания прорешивать варианты с FIPI или же с ОГЭ, потому что, как я уже говорила, часто эти варианты выпадают на самом ОГЭ. Третий совет — это теория. Это действительно, по моему мнению, самое-самое важное, что может быть при подготовке к ОГЭ. Я считаю, не стоит начинать уже сейчас прорешивать варианты, если вы не владеете достаточной теорией, потому что без теории вам будет непонятно большинство заданий. И, например, я нашла просто офигенный сайт с теорией по физике. Я планирую в ближайшее время распечатать оттуда всю теорию, потому что она действительно очень классно изложена в небольших табличках или просто на листе А4. Тем самым я не буду тратить время, чтобы смотреть все видеоуроки, потому что все видеоуроки по всем темам пересмотреть нереально. А так, с помощью этих таблиц я кратко и за небольшое время смогу действительно выучить теорию. Кому интересно, ссылка на этот сайт будет в описании, потому что этот сайт действительно был моей находкой и действительно очень крутой и классный сайт. Там просто вы листаете чуть ниже и нажимаете скачать с Яндекс.Диска, скачиваете этот файл, разархивируете его, и там будет очень много папок действительно с разной теорией. Также там есть уже готовые шпаргалки, вы можете себе взять их распечатать и брать на экзамен. Но я на самом деле не хочу пользоваться таким способом, потому что, ну, либо вы готовились, либо вы не готовились. Я считаю, что на самом экзамене действительно эти шпаргалки вас не особо спасут. Но для кого как это на самом деле просто мое мнение. А также вам советую завести отдельный сайт для подготовки, где вы будете непосредственно готовиться к ОГЭ, прорешивать варианты, записывать всю теорию, чтобы потом оттуда можно было все удобно учить. Просто перед самим экзаменом непосредственно ее пролистать и вспомнить всю теорию. И еще действительно классная штука — это прямые эфиры на Ютьюбе, где действительно с вами в прямом или уже записан какой-то эфир, где в прямом времени с вами прорешивают вариант ОГЭ. Это очень классно, потому что параллельно с этим вы можете выписывать что-то себе в тетрадку, какие-то пометки делать. И когда вы будете смотреть этот эфир, у вас действительно что-то отложится в голове. В дальнейшем, я думаю, это очень хорошо поможет на самом экзамене. Четвертый совет — пользуйтесь различными текстовыделителями, какими-то ручками, яркими, гелевыми, капиллярными. В общем, это могут быть абсолютно любые ручки, которые у вас есть, потому что действительно, когда вы выделяете что-то цветным, это помогает гораздо быстрее запомнить какую-либо информацию. Ну и просто, я думаю, вам будет приятнее заглянуть в страдь, где будет все красиво выделено и оформлено. И пятый заключительный совет — это замотивируйте себя. Например, я сегодня выделяю на подготовку КГ один час, и по окончании этого часа я, например, смогу съесть шоколадку или съем какой-нибудь классный фрукт, потому что у вас должна быть действительно мини-мотивация, чтобы хоть чуть-чуть заставить себя отвлечься от своих дел и подготовиться к ОГЭ. И поймите, в первую очередь вы делаете это для себя, потому что сам экзамен вам действительно придется писать самим, и никто вам там не поможет, потому что я считаю, что ОГЭ — это не супер-супер важно, как ЕГЭ, но это все-таки какой-то мини-важный этап в жизни, с которым вы должны справиться. На самом деле, я считаю, что ОГЭ — это полный бред. Но я не понимаю, на самом деле, зачем это нужно вдевать. Там, возможно, когда-нибудь ОГЭ отменят, но я в это не верю. Так вот, я говорила о мотивации. Также можете посмотреть различные мотивационные видео на Ютьюбе, или параллельно, когда вы прорешиваете варианты, можете смотреть видео с Study With Me, потому что они очень расслабляют, и они как бы у вас могут играть на фоне, и я думаю, что это будет очень прикольно и расслабляюще. Ну вот и все. Сейчас я вам дала советы, которые могут помочь при подготовке ОГЭ. В дальнейшем я тоже планирую снимать еще видео на тематику ОГЭ. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а также оставлять свои комментарии внизу. Я желаю всем удачи и всем пока!